всем привет сейчас у нас будет с вами 2 косметичка апреля она будет коротенькая можно ее даже назвать косметичка минималиста и давайте начнем с начала макияжа то есть тональные кремы базы и прочие дела крем тональный вот такой продолжу использовать светленький от oriflame он в меру густой и в меру плотной принципе мне кажется подходит на любой тип кожи хорошее перекрытие от среднего к но он не плотная но все равно у него довольно таки хороший пигментации видите и он имеет чуть сатиновый финиш мастер creation называется успех и 17 ним есть он довольно таки не свежий как сказать давно уже вышел этот крем еще я тогда заказывала oriflame а я уже наверно больше года не заказываю потому что они меня уже исключили из подписки если я захочу что-то нужно будет по новой регистрироваться чтобы заказывать со скидкой так дальше пас база тоже тоже яблочко который у меня и был тут уже принципе заканчивается он там на дне что-то плавает и пока пока продолжаю пользоваться база под тени все та же естественно вот такая вот шайбочка от artyko достаю оттуда я как уже рассказывала палочка его для как они называют ватной палочкой на и что еще у нас что еще есть постоянного из постоянного также неизменная будет тушь пока штат эссенс она все еще хорошо красит не всегда использую по желанию особенно когда не слишком спешу я использую вот такую базу тавелин белую вот тушь если тушь вам подходит можно без всяких вас в принципе вот я например этой тушью могу без вас мне что так хорошо что так карандаш и также у меня неизменный будет от выберлик он в каждой косметичке и для бровей то же самое но здесь уже не знаю насколько мне хватит вот этого геля он на самом деле когда достаешь кисточка вот полусухая какая-то он гель размазался по стеночкам а внутри его уже нет поэтому не знаю пока взяла вот его если что у меня есть еще запас я купила и карандашик вот столько это также 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 литуаль продолжаю использовать но мы уже много раз смотрели я сейчас не буду подробно останавливаться на этом просто не интересно далее продолжаю использовать вот такую вот пудру это просто матирующая пудра revolution тоже она потихонечку заканчивается я ей пользуюсь не каждый день но использую она плотная может быть наверное даже можно было бы ее использовать одну без тональника например потому что она хорошо сама перекрывает далее вот такая пудра она уже идет не такая мне кажется плотная но тоже может перекрыть что-то как-то беленькая такая хорошенькая немножко сиянием и последняя пудра это метеориты с кисточкой с фирменной герленовской это мне кажется вообще ничего не перекрывает просто дает какой-то какой-то эффект легкого покрытия чуть-чуть блестящего сияющего и блюющего такого размытого фокуса ну за счет вот этого за этих блестяшечек с ящик ну придает такой лоск лицу и вот у меня три пудры которые постоянно в арсенале в моем используем следующее что я покажу для лица в этот раз у меня будут прям как будто палетки одни в которых есть все и сразу и по отдельности не будет ни румян не хайлайтер все в палетках и палетки эти будут выглядеть вот таким вот образом одна из них от faberlic маленькая такая но то же самое имеет как говорится в себе все сочетает все в себе и довольно таки здесь красивые оттенки мне они подходят смотрите тут есть и скульптор и бронзер и румяна хайлайтер и пудра то есть вот это такая поездочная палетка маленькая удобная но все здесь можно сделать и припудрится даже ей можно глаза красить глаза красить и ну на несколько дней если вам не надоел один тот же макияж то этого хватит это у нас будет как затемнение но это видимо скульптор ну карандашом подведете будет поярче это у нас бронзер он сатиновый до бронзер сатиновый вот так румяна кстати здесь какая-то силиконовая по моему есть составляющие очень они скользят хорошо по коже да и очень хорошо скользят и вот такой вот в на подвижное веко это хайлайтер либо на центр глаза ну да на подвижное веко и на скулу на центр глаза то же самое вот то есть можно и сделать и лицо полностью не только щечки да и скулки а можно также глаза и очень удобно и на самом деле это минимум места вашей косметички и есть у меня еще побольше две палеточки они у меня относительные новинки и они будут у меня вот бренда Vivienne Sabo две вот таких красотки я когда косметичку собираю я одной палеткой никогда не могу ограничиться мне все время хочется взять две потому что из них выбрать одну очень трудно я когда покупала я также собственно не могла определиться эта палетка больше румян содержит вот так она выглядит здесь и теплые холодные есть оттенки и мы с вами сейчас их посмотрим вот такой красивый какой-то коралловый холодно-розовый вот этот он двойной с золотым вкраплением очень красивый оттенок и это что у нас это у нас такая пудра тире хайлайтер видите какой блеск 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 золотой содержит в себе румяна очень красивый оттенок он как на нас на норс оргазм похож еще есть подобные румяна бледно-розовый и это у нас скульптор да будет пускай будет это будет скульптором вот такие цвета можно смешивать их добиться любого оттенка армян какой вам больше нравится хорошие палетки они что потом так подражали вот как раз я покупала еще перед тем скачком косметики когда все поднялось очень сильно в цене палетка бронзет она соответственно имеет больше бронзеров здесь румян два оттенка хайлайтер и и и и бронзеры скульпторы два вот этих оттенка практически не отличимы друг от друга то есть по цветам не видно разницы вот они как похож как будто из одной бочки сделаны но это для тех девочек кто любит больше кто любит больше скульптурироваться чего румянец поэтому это имеет себе вот скульптор он же быстро заканчивается у меня лично быстро уходит да и здесь тоже есть рефил который содержит блестяшки золотые вот этот вот он видите раз кому как тени тоже может или вот такие сияющие румяна хайлайтер здесь более космический яркий и металлический а вот этой палеточки он такой как на пудру все равно похож на так сильно не сияет в общем как вы видите палетки разные и определиться конечно трудно и очень они красиво выполнены очень красиво выполнено вот такие вот притягивающий взгляд дизайн мне очень понравился так теперь давайте мы посмотрим с вами палетки для глаз то есть тени тени тоже две огромных палетки я взяла только две но они очень большие можно на самом деле месяц краситься и ничего не менять одна из них это будет вот такая стеллар коллижен это бич косметик наверное нет но она не одна у меня бич косметик но я много чего уже продала осталось запеченный текстуре на 1 1 у меня такая тени здесь запеченные и сияющие матовых тут нет они все вот такие какие-то блестящие давайте мы их посмотрим они на самом деле очень красиво смать какие тут можно все подряд сводчить рефилы разные палетка конечно огонь сама стоп красиво немножко есть цепочность некоторых до текстуру тоже тоненькая но запеченных он этот какой красивый фил этот но еще красиво но работа какая-то захочет стала появляться на некоторые рефилы некоторые рефилы очень сыпучие синий какой красивый их наверно ой белый тоже фиолетовым маклевым их наверное нужно на может быть мокрой кистью набирать потому что запеченные тени любят когда мокрой кистью будет лучше сиять тут как будто вся палетка состоит из украшалочек вся палетка из украшалочек состоит так что мы еще не смотрели такая красота их давайте теперь посмотрим на вторую палеточку тоже большая при большая которую я отложила это был подарок мне лора я прислала из германии это лимитка в россии таких палеток не было и выглядит она вот таким вот образом royal idols называется действительно королевская какая-то палетка от catrice bronze and coral она называется 26 грамм в палетке и давайте посмотрим как она внутри сделана внутри вот таким образом выглядит здесь много оттенков они все наверное тепловатые такие как я люблю у меня была мысль может быть думаю продать я редко пользуюсь но сейчас смотрю как будто жалко тут на самом деле классные матовые классные шиммеры качество хорошее и оттенков здесь 30 штук до до 30 рефильщиков что мы с вами будем смотреть ну матовые хорошие какие же матовые сливочные прям такие как раз как я люблю теплой моток тут немного я так вижу уже да такие матовые ну как раз мои оттенки она положу вот так оттенки мои поэтому вот пока балет . ну и как память знаете еще вот тоже жалко жалко отдать потом уже такое в нигде не купишь не найдешь что у нас из шиммеров есть такие оттенки еще посмотрим интересные здесь и с блестками есть рефильщики вот например золотой видите как сияет красивый оттенок очень такой какие оттенки красивые шикарная палетка смотрите шикарная да что еще мы с вами здесь не посмотрели вот этот оттеночек здесь и сатины есть и яркие шиммеры вот вот такая палетка очень носибельная до красить ей можно долго невероятная палетка все это вот и стене и все что я отобрала себе в этот раз давайте посмотрим какие у меня будут помаду помад не очень много но они все таки есть и давайте я вам их покажу я взяла три блеска от эссенс сейчас кстати девочки было вот я недавно в подружке там еще у нас в нашем личном магазине были эти блески но на ватбрис они есть но это вот наверное последняя не знаю как там наладится дальше отношения нет я имею ввиду вот эти блески они раньше были вот такой формы а потом стали вот такой чуть чуть у них видите изменилась крышечка и наверное флакончик немножко к низу расширенный был стал прямой эти блески у меня кто-то спрашивал из девочек они не плампинги плампинги я знаю не все любят обычные блески приятные с таким в отдельно конфетным каким-то привкусом и я их могу и дома использовать и на улице они бледные не яркие мои например давайте я вам покажу оттенок 19 как выглядит я не знаю что там осталось в магазинке у кого но они вот такие полупрозрачные поэтому можно хоть дома хоть на улице носить пахнут одинаково для меня это какой-то фруктовый ванильный конфетный аромат очень приятный и мне нравится на губах его ощущать вот этот номер 15 он сейчас на мне он скорее как блесточки такие полупрозрачные нет особого цвета вот так что-то сияет на губах вкусные какие вкусняшки не липкие очень комфортные приятные блески из вот бюджета это одни из моих любимых и вот самый последний который я купила у него номер так какой номер у этого блеска непонятно 5 нет это а 0 9 это 0 9 он наверное будет да иметь цвет но это вот более как сказать поздний выпуск это уже как помада выглядит то есть очень 0 9 называется Dusty Rose а нет Shadow Rose вот девочки сейчас покажу очень красивый оттенок и немного помад у меня будет две от Revolution отложила красивый дизайн смотрите какие миленькие миленькие помадки вот такая красивая вот так еще есть такая же только она чуть как-то порозовее помадки очень плотненькие долгие они ничем не пахнут помада моя любимая от Essence 0 3 номер это глянцевая влажная помада бальзамного типа мне они нравятся и по цветам и как они оформлены в какие-то колпачки такие гладкие перламутров блестящие ну и конечно мне нравится что они достались за 100 рублей их уже магазин подружка списывал и я взяла списывал не потому что плохой срок годности а потому что они обновляли линейку такие правила магазина и списывается в корзину уходит ну сейчас уже наверное девочки не до корзин сколько я не хожу в магазин последнее время ничего там в корзинах не вижу хорошего далее помадка от faberlic 40 915 вот такая будет она у нас помадка это такая нейтрально холодная гамма наверное тоже девочки очень любят присмотритесь это один из любимых цветов для девочек белоснежек в помадах я имею ввиду 40 915 faberlic и что еще еще у нас будет еще одна помада faberlic 40 203 это я вот уже люблю это моя гамма настолько мне понравился этот цвет матовая помадка вот так выглядит яркая она такая пигментированная сочная и еще одна помада от ardeco у меня будет от ardeco тоже красивый носибельный оттеночек выглядит вот так на каждый день теплая она может делать а-ля натурель то есть ваши губы только лучше за этой серии очень носибельный оттенок прекрасный просто все девочки вот такая косметичка все я вам показала она у меня небольшая как я с самого начала сказала потому что осталось во первых всего только 8 дней уже 12 сегодня и мы с вами 20 числа будем смотреть еще одну косметичку вот и это у меня будет вот из таких вот средств состоять надеюсь вам понравилась она я вам желаю не грустить крепкого здоровья мы с вами обязательно скоро увидимся и вам всего всего до новых встреч пока пока